Меня зовут Линда Ли Кэдвелл. Я была замужем за Брюсом Ли 9 лет, с 1964 по 1973 год. Он часто говорил, что под небесами мы все одна семья. Между нами возник спор. Мастера боевых искусств из китайского квартала Сан-Франциско хотели вызвать Брюса на поединок. Они хотели, чтобы он закрыл свою школу, потому что он преподавал не на китайском языке. История этого уходит корнями в далекое прошлое, по крайней мере во времена боксерского восстания, когда иностранные державы пытались вторгнуться в Китай. Брюс обучал очень многих не китайцев. Они были не просто белыми, они были черными, или латиноамериканками, или женщинами, или просто самыми разными людьми. Он знал, что существует это табу, но не соглашался с ним. Это было воспринято не очень хорошо. Они хотели избавиться от этого эгоистичного, дерзкого подростка. И так было назначено свидание, и в конце концов они пришли ко мне. Там не было никаких поклонов и всего такого прочего. Они просто встретились лицом к лицу и приступили к делу. Брюс нанес первый удар. Это действительно попало Вонгу Джекману в глаз. Брюс столкнулся с дискриминацией в своей собственной жизни. Брюс начал использовать серию прямых ударов. У Брюса был свой взгляд на мир. Вонг не смог бы нанести ответный удар. Вонг повернулся и бросился бежать, а Брюс как раз догонял его. В мире так много обществ, которые ведут себя угнетающе. Брюс этого не хотел. Вонг упал на землю, а Брюс мгновенно оказался над ним с поднятым кулаком и сказал, «По-китайски это означает «ты сдаешься». И он сказал «да». И на этом все закончилось. Эта конфронтация с Ван Джекманом была символичной. И это определенно подтолкнуло Брюса адаптироваться как к западным, так и к китайским традициям и объединить их, чтобы стать тем, кем он был. А позже, с помощью фильмов, он распространил свое мировоззрение среди людей всех культур. Он часто говорил, что под небесами мы все одна семья. Мы одна семья и живем под одним небом. Просто так вышло, что все люди разные.